Олег Рична Находимся в очень необычном месте Это Тота Этот сад Тота Здесь был найден Тота Рабинат Немножко сегодня почитаем о нем Об этом божестве Что-то есть, сведения какие-то из Пуран И какие-то сведения из Читания Лилы Об этом божестве Сначала божество храма Прочитаем, это как путеводитель Чтобы мы знали Главное божество На левом алтаре находится Господь Баларам Это будет слева алтарь С Ревати и Варуни С левой справа, соответственно Шрито Тота Гапинат Милостиво выседает на центральном алтаре В обществе Ратрити, играющий на вини И Лолита, играющий на флейте По левую и правую руку, соответственно Будучи глубоко погруженным В Шьямарасу, нектар удовлетворения всех супружеских желаний Кришны Ратрика и Лолита, саки здесь черного цвета Шьямараса, значит Такие же черные, как Кришна На правом алтаре находятся божества Гавра Гададхар и Ратхмадан Махан Установленный Мамудхакуром Который при рождении получил имя Джаганат Чакраварти Он приходился к племянникам Ши Ниламбари Чакраварти Деду Господа Гавранги После ухода Шагададхар Пандита Мамудхакур принял обязанности Пуджари Тотакапинадхи В главном храме, слева от двери Находится особое святилище Со стопами Шимати Ратхарани внутри Это Пушпа Вастра Самадхи Господа Читани Когда Гавра Раю вошел в божество Тотакапинадхи Его гирлянды и одежда остались лежать возле божества Затем эти священные предметы были преданы Самадхи То есть божество Тотакапинадхи Господь Читани ушел Пуджари может показать то место божества За пожертвование он показывает золотистую линию на коленке Так ее не видно, но он может открыть, показать Золотая жила такая есть Божество Тотакапинадхи Самое необыкновенное божество Потому что это единственное в мире сидящее божество Кришна Более того, если Читани Дев завершил свои проявленные игры Войдя в это божество И в 7 часов утра во время Даршины За пожертвования Пуджари может показать вам маленькую золотую полоску На правом коленке Гапинадхи Место, в которое вошел Махаправу Лолита Сахи играет на флейте В разлуке со Шьямой Аратхарани Держа свою вину Стоит в необычной позе Изогнутой в трех местах Танцует одновременно Со своим дорогим возлюбленным Шьяма Три Банга Лолитом Тотакапинадхи Обладает каким-то благодатным Вывражительным качеством Которое снова и снова влечет паломников Получить его Даршин Виндаунда Астакура Возносит хвалу его могуществу При виде божества Гапинадхи Даже сердце самого закоренелого безбожника Плавится от любви О, Гапинад, я безумный Материалист Вечно привязанный к мирским желаниям Пожалуйста, займи место на лотосе моего сердца Сыграй на своей флейте И заставь меня танцевать в вечном служении тебе Игры Ответ на вопрос, почему Тотакапинад сидит Дают три игры Растянувшиеся на миллионы лет В которых участвовал Господь Брама Бхагаван Шикришна и Гататхар Пандит Господь Брама и Тотакапинад В самом начале творения Господь Брама находился в медитации И наблюдал Господа Гапинадху Сидящего в середине цветка лотоса в духовном мире Шри Гапинадху Шри Гапинат извлекал сладостные мелодии И свои флейты Находясь в обществе своих любимых гопи На венчике лотоса находится божественный трон Где восседает Шри Гапинадху Где восседает Шри Гришна Вечно сияющая форма Трансцендентного блаженства Он играет на своей божественной флейте Брама Самхита Так он увидел его сидящим Там писает Брама Самхите На венчике лотоса В окружении гопи Говорится, что после откровения Господа Брама установил И стал поклоняться сидящему Божеству Шри Гришны Который теперь известен как Тотакапинад Одним из доказательств подлинности этой истории Служит то, что у Тотакапинад Есть медальон в ожерелье Из лунного камня Высеченный на его груди Брама Джи говорит об этом следующим образом Алла-Чандра Алла-Чандр-Калаласа Вамалия Вамши Я поклоняюсь Говинде Щаше украшена медальоном Из лунного камня Брама Самхита Другой интересной особенностью является то Что Тотакапинад Восседает на каменном цветке лотоса У которого, как рассказывают Некогда был очень длинный каменный стебель Чтобы перенести Божество в его новый храм То длинный стебель пришлось срезать Бхагаван Шри Кришна и Тотакапинад Тотакапинад сидит Поскольку его настроение Доставить удовольствие в Раджа-Гопи Эта история подробно описывается В Шимат-Бхагаватам 10-й песне Во время танца Раса во Вриндаване Шри Кришна исчез из общества Раджа-Гопи Которые очень расстроились из-за его отсутствия Через некоторое время Агапинад снова появился перед ними В желтых шелковых одеждах И с прекрасной цветочной гирляндой на шее Эта Шяма утешил их Саки раскрыли ему свои чувства Глубочайшего восторга Гопинатха и девушки Раджа Счастливо прогуливались вдоль Емуны Там на песчаном берегу Гопи изготовили сиденья для Кришны Из своих шалей Уттария Накрашенных порошком кункумыцей грудей После того, как Шяма удобно устроился Они стали обмениваться Любовными жестами Гопи открыли свои сердца И Гопинат ласково ответил им Что сам находится под исключительным влиянием Их любовной преданности И всегда остается их должником То есть сидящее божество Это такой особый интимный обмен любовью Как признание любви И сидят и признаются любви Говорят о любви друг другу Это сидящая поза Гопинат Гададхар Пандиты Тота Гопинат Рассказывает, что раньше божество Гопинат И стояла И поклонялся ему Гададхар Пандит Но после ухода Махаправу Гадай Гададхара Чувствовал себя подавленным Его пригнуло к земле От невыносимых мук разлуки С его возлюбленным Гаврой Хотя Гададхар исполнилось Лишь 47 лет Патерин был ему 47 лет Но ушел Господь Читани Махаправу Его тело было высохшим Как у старика После ухода Господа Читани На глазах состарился сразу же Не в силах поднять руки Гададай не мог не одеть Тота Гопинат Не предложить ему чандану И цветочной гирлянды Гададхар подумывал Что лучше всего будет Занять другого пуджария Поклонение Господу Во сне той ночью Тота Гопинат пришел к нему И сказал Зачем тебе занимать Другого пуджария В служении мне Я хочу чтобы мне поклонялся Только ты Гададхар ответил О прананат Мое состояние таково Что стоя не могу Достойно служить тебе Господь Гопинат Произнес Нет Я настаиваю Чтобы только ты служил мне Если это тебе трудно То до завтрашнего дня Я уменьшусь На следующее утро Гадададхар вошел в алтарь Служить Гопинат И он стал свидетелем Поразительного зрелища Милостивого Господь уселся Чтобы получить служение Из любящих рук Своего дорогого преданного Так вот Сидячая поза образовалась Вот это божество Явление Тота Гопинат И вот это божество Как оно появилось Храм Гопинатхи расположен В области известной как Джамбешвара Тота Ямешвара Тота В честь древнего храма Шивы Называемого Джамбешвара Ямешвара Махадев Расположен к северу отсюда Не индусам вход запрещен В умиротворенной атмосфере Сада Тота на языке По тени деревьев Филиан Гадатхар Пандит Каждый день после обеда Рассказывал Сиримат Бхагаватам Махапрабху регулярно Приходилось послушать Как Гадатхар рассказывает Истории дровы и прохлады Он слушал эти истории Сотни раз Однажды, сочетание Дев почувствовал Безмерную разлуку С Кришной Вокрикивая Где же мой прананат Гавранга принялся Разрывать землю В поисках своего Господа Иногда Господь Читание себя вел И никто не знал Что он делает вообще И в этом случае Он стал рыть землю руками Внезапно в земле Он ощупал корону Мокут Божества Высеченную из камня Гаврахари восторженно Воскрикнул Гадай Я нашел здесь Самое драгоценное сокровище Хочешь получить его? Дземетив голову Мурти Показавшуюся из песка Гададхар помог Гавранге Вырыть самое прекрасное Божество Бога Ивановича Кришны Махапрабу называл Божество Гапинатвой А поскольку он явился В саду Тото Предны стали называть его Тото Гапинат В шесть читаний Махапрабу Занял Гададхар Пандита В служении Гапинате Дав ему кшетра саньясу Он обратился к преднам Сначала Сказал Кто останется здесь В этом месте Навсегда Служить Божеству этому Никто не решился Все сознавали Что придется Если Господь читаний Покинет это место То они не смогут быть Рядом с ним А Гададхар забыл об этом Он забыл Что Господь читаний Может уйти И он сразу Откликнулся Сказал Я останусь Я принимаю кшетра саньясу Но он не сказал Это как бы всерьез Он не это имел ввиду Вообще Как выясняется Позже Это было Его пхава служения Он олицетворяет Внутреннюю энергию И представляет Из игры Кришна Рукмини Рукмини согласны На все Ради Кришны Она даже не думает Об этом Что плохо Что хорошо Если Кришна хочет Она сделает И так он принял Кшетра саньясу И здесь Неподалеку Случилась история Где Говинда Спас Гаурангу Однажды Гауранга Шел мимо храма Джаганадхи По пути Вимеширатоту То есть сюда Чтобы встретиться С Гададхар Пандитом В это время В храме Одна девушка Пела стихи Из Гитаговинды На очень сладкий мотив Гуджари Рагини Услышав Издалека Ее голос Махапрабу Пришел в такой восторг Что стремительно Помчался на этот Сладостный звук Не обращая Никакого внимания На то Что певица была девушка Пока Гауранга Бежал навстречу Певицы Колючие кусты Зранили его кожу Говинда догнал его Обхватил И закричал Это же женщина поет Как только Махапрабу Услышал слово Женщина Он пришел в себя И остановился То есть там В чем сложность была Что он обычно Обнимал Того Кто воспевал Харе Кришна Или святые имена Поэтому Говинда Бежал за ним И Будет трудно догнать Господь Штанин Бежал в экстазе И там По воле Господа На пути Были Очень плотные Колючие кусты Вот они Задерживали его Так бы Не смог догнать Конечно Говинда Его невозможно Было И вот эти кусты Сдерживали Там Цеплялась одежда Ранилось тело Он бросился Уже От последних сил Обхватил его руками Вот так вот Повис на нем Сказала там Женщина Гавранга Сказал Говинде Дорогой Говинда Ты спас Мне жизнь Если бы я коснулся Женщины Я бы тут же умер Я никогда не смогу Отплатить тебя За твою севу Говинда Смиренно ответил Господь Джаганат Спас тебя Кто я такой Чтобы защитить тебя Чистая любовь Гадай Гауре Гандхар Как Его према Описывается Здесь Его Свойства любви Как он любил Господь Читанию Гадатвара Пандите Рашутта Гада Бхава Рукмини Девира Ячи Дакшина Сва Бхава Гадатвара Пандит Любил Сочетание Чистой Очень глубокой Гада Бхава И восторженной Любовью Как Рукмини Которая Всегда отвечала Своей искренней Покорностью Кришне Дакшина Сва Бхава То есть Читание Читания Порой Гавра Желал Видеть гнев В любви Насколько мы помним Что-то О нем Кое-какие сведения Очень мало Почти ничего не описано Он не хотел Чтобы его описывали Но в отношениях Господь мечтаний Был крайне робок И предные Многие Недумевали Ты такой Близкий Слугай Почему так робеешь Ты можешь Вообще С ним Просто разговаривать Когда захочешь Ты очень близкий Спутник И Гадатвара Говорил Нет Кто-кто и такой Верховный Господь Однажды Когда Когда Балабабата был в Джаганатхапуре, он общался с Гададхар-пандитом здесь, в храме Тоддагапинатхи. Настроением Балабабаты была родительская любовь, которой он поклонялся ребенку Кришне, в отцале Упасана, с помощью мантры Бала Гапалы. Но под влиянием Гададхары-пандита Балабабата стал испытывать склонность к поклонению юноши Кришне и следовать кишора Гапалу Пасане. Балабабата попросил Гададхару-пандитов научить его необходимым для такого поклонения мантрам, но Гададхар отказался. Я полностью завишу от моего Прабу Гаврочандры. Я не могу сделать ничего по собственному желанию без его приказа. Пряма-виварта-ли-ла-гадай-гаврая. Однажды на Виджае Дашами Дашами Махапрабу решил покинуть Шри Кшетардхаму и пойти в Ориндаван. То есть он покидает Джаганадхапури и идет в Ориндаван. Махараджа Пратапарудра делал различные приготовления для путешествия Гуранги во Ориндаван. Гададхар-пандит захотел присоединиться к Господу Читании, но Господь запретил ему это и попросил не нарушать своего обета Кшетра-санясы, который обязывает Санясе всю жизнь провести в одном месте, святом месте. Например, в Шри Кшетра-дхаме или на берегу Радакунды, никуда не выезжая за пределы святой Дхамы. Гадая Гададхар и Гаура обсуждали эту тему. Гадай. Где ты там не лачала, пусть моя Кшетра-саняса пойдет подальше на Расаталу. Ты здесь не лачала? Я не нарушаю обет Кшетра-санясы, он сказал. Где ты там не лачала, я прав? Зачем эта формальность? Пусть она катится куда-нибудь. просто оставайся в джаганатхапури служит ото гапинатхи гадай коти сева тват пададаршана сверцать твою лотосную стопы значит миллион раз служить гапинатхи спорить с ним если ты перестанешь служить гапинатхи за это будут винить меня поэтому лучше останься здесь и продолжай поклоняться господу тем самым ты достоин удовольствие что интересно ответил лототор пандитакахи сабадошамара упара томасанги яймара это швара айкедекхите ямаева тома лаги прати гьясима тягадоша тара ами бхага не беспокойся я сам буду отвечать за свои поступки я пойду не с тобой а сам по себе и не ради тебя а чтобы навестить шачимату я сам отвечу за то что нарушил свой бед и оставил служение гапинатхи я не с тобой пойду никто не будет тебя критиковать сказал не беспокойся об этом я буду лично отвечать за свои поступки и не ради тебя иду и ради же чем а ты пойду любовь которую гадатхар испытывал их считания махаправу гавранга према недоступна пониманию гадатхар отказался от своего пожизненного обе таши кришны севы бросил служение гапинатхи как бросается ловенку понять такую любовь господу могут лишь его самые доверенные слуги обычные люди не способны до конца понять такую любовь здесь нужно конечно ну понять такую вещь что западные преды могут начать служить божество могут и бросить это не что-то удивительное в западном мире мы встречали такие явления странные очень невероятное явление при этом установили божество через полгода и все не хочу забирать его брат это ужас конечно но это то есть в нашем опыте мы такое случается мы видим так случается но это невозможно в отношении чистого преданного то никак не может быть такого никакая мать ребенка своего не бросит ну нормальная мать в кальюгу даже и такое бывает бывает такое что мать может запереть закрыть своего ребенка в камере хранения и уйти навсегда и он то умирает на такие случаи это в кальюгу но подобно этому оставить божество невозможно пропагать если вы прекратите служить божеством у них не будет проблем но у вас будут проблем если же установили божество дома по жизни здесь так говорится поэтому здесь очень очень необычное явление гадатар пандит спутник господа читания отказывается служить гапинатхи ради того чтобы быть в обществе господа читания указывает что в этом служении есть все уже оно самодостаточное служение лодцам стопам господа читания уже вмещает миллионы поклонений гапинатхи он говорит вот необычная любовь после этого гадатар пандит продолжил свое путешествие в одиночестве в одиночестве но когда предные пришли в катак махапрабу снова позвал его к себе то есть в одиночестве в повод или имеется ввиду но так и пошел после того как сказал господь читания он взялся в путь я когда-то подаль будет я не с тобой иду вообще я сам по себе гуляю сам за себя отвечаю вообще он подальше следом и тут махапрабу позвал его снова к себе в углубление души гауранга был очень доволен поступком гадает сокровенные такие однако проявляя любовный гнев праная роша господь взял гадатхару за руку любовный гнев за руку так строго ты хотел бросить служение гапинадхи и нарушить свой обед никогда не покидать пури теперь проделав долгий путь ты добился своего но он за пределы пули практически уже вышел ты добился так твое желание идти со мной это всего лишь стремление удовлетворять собственные чувства таким образом ты нарушил два религиозных предписания это лишает меня счастья если ты хочешь чтобы я был счастлив пожалуйста возвращайся в не началу а если ты еще что-то скажешь защиту своего поступка ты просто унизишь мне смертный приговор я сейчас умру сказал господь читания если ты продолжу делать то же всего ты у меня просто убьешь но и здесь как еще понять природу гадатхары он не понимает шуток если даже господь шутя это говорил когда-то подобные вещи он уже пугался а тут он всерьез заговорил с этими словами сочетания махапрабу и сел в лодку а гадатхар пандит лишившись чувств упал на землю что еще сделал сделал все читания махапрабу велел сарбаум батачари забрать гадатхару пандита с собой батачари сказал гадатхар пандиту пожалуйста вставай таково лило сочетание махапрабу тебе следует знать что сам господь кришна нарушил свое обещание только ради того чтобы дед пхишма остался верен своему слову так и сочетание махапрабу несмотря на боли разлуки с тобой сделал все возможное чтобы ты не нарушил свой бед с этими словами сарбаум батачари привел гадатхару пандита в чувство затем оба неубитые горем вернулись джаганатхапури нелачалу ради сочетания махапрабу преданные были готовы отказаться от любых мирских обязанностей однако господу читание не нравилось когда преданные отказывались от исполнения своего долга преданном служении бхакти дхарму чела кришна даска виражга с вами подводит итог этому восхитительному представанию стихом пхала шути дарующим благословение всем читателям преданным примера виварта иха шуне и джана а чири мари танри чаттанья чарана все эти переживания связаны с любовными взаимоотношениями прямо виварта и любой кто слушает о них очень скоро обретет прибежище под сенью лотосным стоп сочетаний махапрабу в этом стихе кришна даска виражга с вами употребляет выражение прямо виварта слова авартана означает поворачиваться двигаться то есть вишеша аварта или сокращенно а виварта означает уникальным образом повернуться вспять так говорят о любви которая поворачивается против своего естественного течения челпропада переводит это как переживание связанное с любовными отношениями в этой прямо виварта лили когда махапрабу оставил нила чалу и отправился в риндаван он оставил и гадатхару пандита тогда гадатхар вызвал прабу что толку от маякшетра саньяцы апрел кшетра санялся лишь для того чтобы быть с тобой ни для чего другого она мне не нужна такие противоречивые чувства разрывали его сердце таковое непостижимое выражение прямо виварты необыкновенных переживаний в отношениях между сша кришной и его прими бактами и еще одна лила прочитаем никто не устал все все хорошо животом все моют руки перед едой нитай гаура и гадай принимают махапрасад как это было тут описывается нитай гаура и гадай сокращенные имена однажды шинитинанда рама перешел в шри кшетра тхаму повидать джиганатху с вами все читанию его спутников узрев великолепия джиганатхи нитай заплакал погрузившись в блаженстве упал на пол храма от силы духовных переживаний он стал таким тяжелым что и сто человек не смогли бы его поднять то есть его пытались как-то потом поднять но никто не смог стал тяжелым а ватхута это тест на ватхуту если кто-то считает что на ватхута пусть ляжет и надо поднять его если поднимут то не ватхута ватхуту невозможно поднять нитянанда воплощение сострадания обнял сиваитов джиганатхи с вами и омыл их слезами восхищения затем нитай отправился в храм тотагапинадхи когда нитай узрел непревзойденную красоту формы гапинадхи изогнута в трех местах из его глаз не скончаем потоком полились слезы восторга услышав о прибытии нитая гадатхар пандит тот же же превратил чтение шима бога в этом не поспешил поприветствовать господа не то и гадая крепко обнялись омывали друг друга слезами и предложили друг другу поклоны принялись без конца прославлять друг друга вот так встречаются преданных первое омываясь слезами друг друга потом только поклоны если слезы не текут какой-то поклоны это не поклон сначала пролить слезы друг на друга причем потом поклон и потом нужно без конца прославлять друг друга вот эта встреча значит а мы слезами да и значит потом уже сначала слезами бывает потом сердце и словами еще потом не обращая внимание на свои тела и происходящее вокруг они просто купались в океане духовного блаженства никому еще не давалось видеть такое выражение любви и привязанность не то я принес 30 килограмм лучшего бенгальского риса у него смешок риса с бенгалии для предложения гопинатхи а также превосходную одежду ярких цветов для одевания божеств дары поднесете дары не то и сказал вот замечательной одежды и превосходный рис для служения гопинатхи благодарность угадай ответил не то и я еще никогда не видел такого великолепного риса но господь неужели ты принес ты свои кунхи берем заботись о нем всю дорогу шилакшми дэви сама должна приготовить этот рис который предложат предложат гопинатхи а потом его преданным это гаддхар отвечает таким образом это рис ты свой кунхи принес и всю дорогу о нем заботился всю дорогу ты нес бенгалии близкий путь пешком демгадай нарядил гопинатаджи в эти красивые одежды собрав дикий шпинат или стетамаринда гаддхар приготовил рис и другие восхитительные блюда для предложения бхоги гопинатхи внезапно появился гауранга восклицая гаддхар 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 почему ты не позвала меня на свой пир если ты не приглашаешь меня тогда я возьму маха просад силой будьте уверены я не упущу этой редкой возможности почти такой замечательный просад ведь пхога принес не тянанда приготовил ее предложил гопинатхи ты не тайга в райгадай вместе сели чтобы блаженстве почтить остатки трапезы гопинатхи город чандра вновь и вновь прославлял этот рис восклицая аромат этого риса дарует каждому кришна бхакти это самый восхитительный шпинат от чатни стамаринда приготовлена очень вкусно ты такой великолепный повар наверняка ты научился этому духовном мире теперь твой секрет раскрыт и ты больше не можешь скрывать свою истинную сущность то есть он намекнул что гадатхар бандит спустился с духовного мира таким образом намекнул они же все освобожденные души и вот они играют роль здесь материальной мире какую-то роль играют но намекает ты этому научился там а там они знаете что говорят а ты этому научился там видимо так когда шутят они помнят эти воплощения какие-то иногда так напоминают так не та гаура и гадай перешучивались в блаженстве почитаем ахапрасат гопинатхи излишне говорить что священные остатки их трапезы с великой любовью и воодушевлением почти ли все собравшиеся преданные каждый кто услышит эту игру несомненно заслужит чистого преданного служения и достигнет лотосный стоп че гопинатхи это лива из читания багаваты и занятили вы и несколько маленьких историй очень маленьких от главного пуджаре много десятков лет был рамда служил то-то гопинатхи в качестве пуджаре он рассказал автору книги следующей истории первое гопинатха брамы это божество гопинатхи сидит в падмасане на цветке лотоса сидящего багавана шри кришну узрел господь брама и описал 56 стихе брама самхиты своей медитации господь брама увидел господа гопинатху сидящего на цветке лотоса в обществе шарадхи девушек в раджи второе непостоянное служение однажды когда мой отец совершал пуджу он забыл предложить пана рев бетеля той ночью тот ага пинат явился ему и с ней сказал когда ты проводишь пуджу мне твоим постоянно отвлекается чан чала мати то на одно то на другое поклоняясь мне ты должен быть внимательней мой отец больше никогда не забывал предложить пан гопинат и третья история сон в нужны а нужны колокольчиках до того как построили дарше на мандапу я имел обыкновение спать за дверью храмовой комнаты хотя уже была поздняя ночь и никто никого вокруг не было несколько раз слышал звон нужны колокольчиков я проснулся глубочайшем изумлении и спросил отца в чем дело мой отец невозмутимо ответил о это звон нужны колокольчиков чмати ратхи когда прогуливается по саду 100 гопинат и тут также были не все описаны ли вы были моменты когда пуджарий утром приходил в алтарь ночные одежды менять божества и все одежды были в этих в репьях а здесь были кущи этого сейчас сейчас выложили это не узнаю это место это были такие кущи ну лес такой джунгли вот эти дюны значит вот эти деревья и все сейчас тут площадка плотная на здесь были кусты и все такое тот агопинат весь был в репьях весь весь и пуджарий отдирал тире пи ругал его где ты по ночам ходишь вообще и он бросал тире пи ругался постоянно столько здесь не описано это слишком круто даже для предок не все поверят ну вот мы прочитали всю эту тему здесь что касается тот агопинат и какие есть дополнения я все прочитал какие дополнения могут быть да вопрос есть у меня есть вопрос по поводу предыдущей игры где преданный спорит с господом титании и господь хоть был доволен и благословил его но преданный выполнил его наказ и порой у нас тоже возникает ситуация когда мы спорим со старшим преданным а нужно ли спорить и доказывать свою несовершенную правоту ум постоянно спорит разница в том что преданные высокого уровня они не могут скрыть это определенные высокого уровня скрывают они внешне все делают но ум у них всегда спорит друг с другом с наставлениями так далее всегда есть компромиссы да конечно гуру махараш говорит все правильно но 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 если бы он знал мои обстоятельства он не знает мы обстоятельства он просто говорит от кого-то но в уме я не мы это книга не произносим и скрываем это что мы понимаем что пока я в этом думаю не так опасно если скажу это будет может стать проблемой препятствием духовной жизни как непослушание как оскорбление неповиновение гуру но ум таков что касается очень высоко продвинутых предных они не скрывают то что у них уме никогда это большая разница природящая и здесь кроме того что есть спор с господом читаний этот спор доставляет удовольствие господу читаний почему потому что когда дхар это делает из силы любви и это правда с точки зрения как бы бхакти чистой бхакти все это формальности так шедра саньяса ли такая заняться или так вот шрама или такие обязанности и такая дхарма то гуляет дхарма дхарма нужна только для того чтобы не не нанести вреда себе и другим вот и все это ее единственное предназначение если она наносит если человек наносит вред не следует дхарме это признак того что от харма от харма значит вред наносится какой-то поэтому учимся с вами уже с детства с измальством идем в школу нам берут вот руки ручку дают а сейчас шариков ручки дают это перья были такие очень сложно было вообще чернильница и перо и бумага и все втыкается туда как водить пером еще по бумаге никто не знает и вот буква а вот пишется вот так вот вот надо повторить точно не испортить вот точно нужно вот тут вот харма обучайся вот именно так а по-другому не будет уже а уже не будет звучать а понимаете а ну а если нет харма я могу сказать ну я сам могу назвать букву а как хочу вам знаком как мне удобно просто ну так но харма означает то что также нас всех объединяет харма исполнение обязанности делает нас понимающим понятными что мы не навредим на уровне ума тела потому что мы понимаем понимаем друг друга этот харма означает и потом и дальше учимся тоже делать вот так это правильно это вот так правильно если такая профессия вот так должен делать вот так правильно так неправильно вот это все дхарма 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 для чего чтобы не совершить насилие и не совершая никакого насилия ни над собой ни над другими мы удовлетворяем господа не работой а ахимсой работой мы не можем профессию удовлетворить господа а в том что мы не совершаем греха при этом когда мы действуем, это называется Адхарма, или Санатана Адхарма. Если мы хотим есть, тоже Адхарма, но Кришна говорит, дай мне листок, плод, цветок мне, он говорит, просит мне предложить. Если мы предлагаем ему эту пищу, зерна и так далее, овощи, то он уже отвечает за их поедание, не мы. Это Санатана Адхарма. За это насилие, которое мы все-таки совершаем, мы что-то съедаем, он берет полную ответственность. Это высшая Адхарма. Если мы удовлетворяем Господа, это и есть самая высшая Адхарма. Никакие другие ритуалы, формы поведения, ашрама или варны не удовлетворяют Господа. Это для того, чтобы он... То есть в конечном итоге мы говорим о любви ко всему живому, о любви к Кришне, вот это вот путь Дхармы, так описывается. А если есть вопросы, давайте. Может ли Божество прийти, обычному преданному, который... Просто бывают случаи, когда прийти, рассказывают, вот пришел, не с Симхадыев, но в форме Божества именно, воплощенного. Как это понимать? Он может проявиться как-то, так или иначе, но узнает его преданное, не узнает, другой вопрос. Например, в Дхаме все попадают под впечатление чувств. «О, я хочу теперь Джаганатту домой, хочу Патита Павану, это мой Господь». Потом это проходит, как правило, у многих. Но поддаются некому сентименту духовному, но еще не окрепший разум совсем. В этой атмосфере они как бы видят, что Он проявился, Господь. Теперь вопрос во мне, не в нем. Он-то проявился. Вопрос во мне. Смогу ли я помнить об этом? Смогу ли я принять обет поклонения? Так же, как обет инициации, равносильно. Гуру тоже может проявиться. Пропады сейчас известны по всему миру Гуру. Проявлено. Ачарий проявил себя. Вопрос теперь в его последовательных нас. Вы прочитали, что читание Махаправы, когда приходил сюда в Гадатхаре, слушал Бага, он по сто раз слушал историю о Друве и о Прохладе. Спасибо. Сто раз повторяю, буду читать. Почему? Как понять в его строительстве? Это удивительно, Лила, потому что Друве Махарач поклонялся, ну, как поклонялся, он слушал Аскезы, обращался к Господу через Аскезы и с огромными материальными амбициями. Как правило, те, кто имеет амбиции, они совершат огромные Аскезы, чтобы добиться своего поклонения. Как правило, так. Преданные другого уровня, им не интересны Аскезы вообще, как таковы. Но если есть амбиции, материальные желания большие. Друм Махарач был таким. Он не хотел следовать никакому этикету, не хотел ждать ничего, когда он вырастет. На родном он не проверил все эти моменты у него, отказался от всех процессов. Хотел немедленно достичь желаемого. И вот в этом настроении он просто решительно обратился к Господу. Ну, как бы давление оказал на Господа, так скажем. Это давление некое. Когда человек делает Аскезы и требует, ожидает от Господа материального. Ну, одержимость некая такая, мы бы сказали, в пятилетнем возрасте такая решимость неестественная. Но это некая даже одержимость такая. Если описать подробное настроение, настроение Друм Махараджи. Он так был уязвлен этим моментом уже в пять лет. И Господь явился. Во-первых, Господь читал, думал об этом. Он явился Друм Махараджи. По какой причине вообще? Там были только материальные причины. Он не обратил внимания на них. На что же он обратил внимания? На его сильную решимость, на его сильное желание все-таки достичь Господа. И все, любой ценой. На мотивы не обратил внимания. На вот это желание откликнулся. Он явился. Но когда он явился, от его мотивов не осталось со следа. Это потрясающе. От всех амбиций все очищено было в момент. Но вообще, чтобы очиститься от таких амбиций, от таких материальных желаний, нужно долгие-долгие рождения. Практики. Багвата описывает. В том же Багвата еще и такие истории описываются. Могущество, сверхмогущество. Сверхмилость. И Господь читал, он сам являет эту сверхмилость еще. И он еще приготовился явить еще большую милость. Видите? Но на сцене Радхарани. Но как сказать? Если кто-то хочет явить еще большую милость, чем, скажем, духовный учитель его, то он наверняка бы спросил у духовного учителя, могу ли я больше явить милость, чем ты сам? Потому что этикет такой. Эта история как бы дает ему санкцию. Господь, да, проявляет такую милость. Тоже. Есть такие примеры. Поэтому Радхарани также может это делать. Ну, если так, аналогии проводить. Можно много аналогий проводить, много оттенков находить. Между Господом читаний, другими воплощениями, лилами. Но там много поразительных вещей. Я не знаю точно, почему Господь читаний слушал сотни раз эту историю. Но можно рассуждать, мыслить. Я думаю, она очень невероятная, эта история. Всего за полгода друг друга добился совершенства. Привет. Ну, как он добился совершенства? Потому что Господь есть. Вот и все совершенство. Да, 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 любую лилу можно слушать. Тоже можно найти много всего. Иногда Господь читаний приходил в настроение Андрисом Хадееву тоже. На Водвипе такие истории были. Иногда в Киртенах он рычал. Белый клев. А однажды он просто шел по На Водвипе, Господь читаний. И просто шел и видел этот пейзаж, деревья манго, коровы пасущиеся. И вспомнил Кришну, был так счастлив. И коровы вы увидели, и увидели Кришну в нем. Коровы. И они стали прыгать, и хвосты у них поднялись вертикально. На четырех стали прыгать. И хвосты вертикально, если поднялись, вот так вот. Так они его приветствовали такими флагами. Хвостами. И он шел к... Однажды он, да, вошел в дом Ширваста Кура. Он же прятался от мусульман. Да. Была история такая. На бегах мусульман прятался в алтаре. В алтарь забрался. Закрылся в алтаре. И Господь читаний. Явился туда и принял форму Нарисим Хадеба. Почему, говорит, ты боишься? Почему ты подвергнешь страху? Раз ты не знаешь, что я сам Нарисим Хадеб. И он прямо у него грива выросла вдруг. Мгновенно это прям красные, так и глаза кровавые проявились. Перепугал Ширваста Кура так, что ты перестал мусульман бояться на всю жизнь. Тоже большая милость. Сам Господь гневается и вмешивается в ситуацию. Что еще можно сказать об этом? Еще есть причины какие-то на Вайкунтхе, которые нам не все доступны. Почему это происходит так или в другое время так? Здесь обстоятельства помогают нам понять, что Господь переходит вот в этих обстоятельствах. Когда религия переходит в упадок, демоны берут вверх. Он приходит, наводит порядок. И есть еще Вайкунтхалока, где изначальная причина есть в каждой аватаре. Ради своих преданных он может даже уйти от Лакшми. В общем, такие всякие истории есть уже в духовном мире. Лакшми не приходила с Андресом Хадавом. Она испугалась этой формы. Что с тобой, она сказала Господь. Что с тобой, что с тобой. Стань нормальным, как раньше. А ты покажешь что-нибудь, если я отвечу на вопрос? Ты сыграешь какую-то роль? А, да? Я тут причем, я уже сыграл свою роль. Смотри, опять меня. Может, Каватхангапалам давай теперь вместе? Давайте, сыграйте несколько минут, что-нибудь. Прямо по прочитанному можно сыграть что-нибудь. Есть идея какая-то? Спектакль готов уже? Вы же спонтанно можете, я знаю. А любую историю можно короткую из читания Ливы. Пять минут, да. Хорошо, пять минут. Да, вопрос. Расскажите, пожалуйста, про уход по прочитанию. Тут практически нечего рассказать. Нечего рассказать. Вообще считается, что одновременно в двух местах Господа Читания ушел. Можете услышать две истории одновременные. В фраме Господа Джаганатхи и здесь. Если учитывать тот факт, что Господа Читания мог проявлять экспансии во время Радхаятры, четыре экспансии он проявил в разных местах Киртана. Две истории. Говорит о том, что было одновременно в двух местах здесь и в фраме Джаганатхи. Он вошел в алтарь, все, и больше не видели его. И появилась золотая полоска на коленке. Также мы знаем из истории Мирабай. Она также вошла в Ростот. Какие есть аналоги. Не только. И были другие примеры из древности. Когда какие-то пуджарьи очень близкие тоже входили в Рождество. Уходили из этого Миратака. Другие уходили под Наратам. Дастакур растворился в молоко в Ганге, допустим. Мадавачаря, он говорил Шимадбхагават, насколько помню, громко декламировал. И с неба стали сыпаться цветы на него. Ученики наблюдали, восхищались. И когда его засыпало цветами, голос прекратился. Когда цветы разрыли, там никого не было. Так у Шимадбхагава-Черри. То есть много разных историй есть мистических. Как Господь собирает своих предных по-разному. Еще вопросы? Мадавачаря, могли бы немножко рассказать о настроении, то есть божеств и настроении вообще Бауранги и Нитянанды и Гадатхары? Есть много преданных также. И для меня самого этот вопрос немножко не раскрыт, потому что сколько я не пытаюсь, и ставить отношения с Господом в разных полуфеймах и в разные настроения. Я не могу понять. Мы медитируем на настроение этого Господа? В этой форме, допустим, Гадатх, да? Форма... Нет, 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 все, все совсем не так. Нет, нет, нет. Когда мы слушаем о таких лилах возвышенных, не стремитесь сделать вывод с услышанного. Не пытайтесь даже это делать. Просто слушать. Вот в этом весь секрет. Просто слушать. И это нас должно просто вдохновить на преданное служение, на воспевание святого имени. Эти игры в сердце раскроются сами по себе в свое время. Вывод, который мы можем сделать сейчас, он может помешать нам. Я слышу, думаю, а мне как понять, а мне как войти в эти игры? Странно. Вот они говорят, но у меня же этого, я же не чувствую. А мне-то как, докажите мне тоже, дайте мне почувствовать это все. Это ум стремится, как бы, сделать какой-то вывод, заключение свое. Самому увидеть и уже сделать свое заключение. Это не произойдет ничего. Это невозможно. Это не экспонат, который можем показывать, или не эксперимент в пробирке, который нужно тоже демонстрировать. Нужно погрузиться в преданное служение. И игры имеют вдохновляющую силу, мощную. Если даже мы не понимаем, не имеет значения. Мы не понимаем процессы на солнце, но тем не менее нам же тепло. Скажу, пока я не пойму, что на солнце происходит, не надо мне вашего тепла. Не хочу. Все равно вы принимаете эти энергии. Не так, так по-другому. Мы живем за счет этих энергий. Если мы говорим, а, деяние Господа, простите, непонимание здесь требуется, здесь требуется служение. Считается, тот понял игры Господа, кто занялся преданным служением в итоге, в результате. Таков вывод. Я слуга его. Таким образом, игры можно увидеть в сердце. Неважно, новое это преданное, или старое это преданное. Просто слушайте. Без выводов. Ум все равно сделает выводы. В духовную атмосферу может так проникнуться. Хорошо, да, сказка, хорошо, нормально. Потом все равно передумать что-то. Но мы тогда еще раз слушаем. Просто слушаем. Снова происходит то же самое. Уже больше какого-то счастья, чистоты, чувства. В этом что-то есть. Действительно, много интересных сторон открывается. И все же ум делает свой вывод еще раз. Мы еще раз слушаем. И так далее. Еще всю жизнь мы так делаем, видите. Пока в конце концов думаем, зачем мне все эти умственные выкрутасы? Не лучше ли просто жить в этом мире? Вечном мире, Игорь Господь. Он всемогущий. Чего я тут спрашиваю еще? Что, о чем я думаю? Он может все. Я сотни раз об этом слышал. Разве он не абсолютно свободен в действиях? Разве чувства не безграничны? Разве все эти характеристики относятся к Богу? Даже теоретически можно понять, что все характеристики относятся к Богу. Он такой и есть. В чем же сомнение тогда? Просто слушать нам. Как Харьи Кришна Манту? Просто слушать. Как ее понять? Объясните мне, как действует Харьи Кришна Махамантра? Механизм. Я сейчас запишу. Сколько ачарьев, столько объяснений. Сколько ачарьев, столько объяснений. У каждого свое объяснение будет. Невозможно. У нас большой концерт предстоит, так что спрашивайте, задавайте вопросы. Вход будет только по билетам? Кто спросил, без билета может прийти. Кришна, а можете чуть-чуть рассказать об уходе Незинанды? Как он еще? Не могу ничего сказать. Об уходе Незинанды? А он тоже нельзя не слушает. Лучше не слышите. Нартамдастакур умер в разлуке с преданными. Он просто умер и все. Но писал таки баджины у него. Такая была пхава разлуки, разрывающая сердце. Шли с Анатана, Рупа, до его прихода в Вриндаван. Так их не увидел. Потом ушел. Еще не ваза чарь, ушел потом его друг. Потом самый близкий его был, Рамачандр. Где он? Его тоже нет. Но лег, больше не поднялся. Он поднялся, поскольку молитвы были. Смарта Брамана не поняли его слез и сказали ученикам. Мы же говорили, это Шудра, это не Браман. Смотрите, вот он плачет, умирая, скорбит. Он не достиг Брамана, но по рождению не был Браманом. Вот вам доказательство. Видите, его слезы, его скорбь. Ученики стали молиться. Восстание из мертвых. Докажи этим, Смарта Браманом. Покажи превосходство предного служения. Проявить трансцендентную природу. Он просто из мертвых взял, а жил. Но чуть позже ушел. Если мы ощутим разлуку с Господом Ментинана или Господом Мочитании, мы разве останемся в этом мире? Никто не закончил. Передущим вопросом хочу вернуться. Когда мы берем руки четкие, мы вступаем в общение с Господом. В этом общении каждый раз проявляются какие-то новые отношения, какие-то новые ощущения в каждой разе. То есть Кришна каждый раз проявляется по-новому. Эти отношения проявляются из сердца, потому что ничего не повторяется никогда. И можно чувствовать в этом общении настроение у Господа. Можно почувствовать... Кроме тоски, можно почувствовать еще и какое-то необычное такое ощущение, когда Господь очень внимательный к тебе. И Он наблюдает за тобой. И за твоим настроением. За моим настроением. Как это настроение проявляется в джапе, как это настроение проявляется в общении с преданными, с близкими, это и есть общение с Господом, это и есть отношение с Ним? Нет. Отчасти можно сказать так, что все относится как-то к Господу, но не лично к Нему. Больше относится к Его энергиям, к аспекту, к Его аспектам, можно относиться, к материальным аспектам также есть. Например, семья — это Его аспект тоже. Семья в этом мире имеется в виду. Семья, отношения родительские, супружеские — это Его аспект в материальном мире, но не личные отношения с Ним. И можно сказать, что мы общаемся с Господом каждое утро во время джапы или во время киртана, безусловно. Но не всегда мы лично общаемся с Ним. Лично имеется в виду, не всегда мы учитываем Его личные мотивы, личные желания Его. Или знаем об этом. Мы знаем только свои мотивы, свои причины. Но мы иногда не можем сказать, чаще всего, о чем думает Господь, когда слышит нашу джапу. Не могу сказать, что о чем я думаю, о разных вещах. И есть желания, которые я имею в сердце, но о чем Он думает, обратную связь трудно получить. Смотрите, чем отличается, например, настроение Ешоды от нашего настроения? Она переживает о Кришне. Она переживает о Его босых стопах, когда-нибудь пасти телят. Она очень переживает. Она не может о чем-то другом думать в это время. Кришна отказывается от обуви, потому что коровы ходят без обуви. Она же, как посылает на пастбище? Вот тебе, Кришна, обувь, зонтик от солнца. Иди паси. Мама, как я могу под зонтиком обуви, если коровы, а не без обуви, без зонтиков? Корова же мать. Ну да, мать. Ну тогда мне нужно еще зонтики и обувь для коров, пожалуйста. И мы пойдем на пастбище. Ешода говорит, но Кришна, это невозможно столько зонтиков над коровой. Не обувь их, это невозможно. И Кришна говорит, ну тогда я тоже не могу. Я пойду босиком, без зонтика, под палящим солнцем. Ешода не может его переубедить, и так он отправляется, как он уходит, без зонтика и без обуви. В палящий зной даже. И она очень-очень переживает, об этом. И подобно этому гопи очень переживают, когда Кришна ходит по лесу в Риндавана. Они, представляете, там камешки и острые колючки попадаются. Они прямо на себе это чувствуют. Но может быть, мы еще не достигли такого уровня, чтобы так же переживать за Кришну. Но бхакти означает переживать. Именно. Пхава – это переживание. Это может быть страх за кого-то, из-за любви. Сильная-сильная привязанность, говорит, как Кришник привязан, часа не может прожить без сигареты, так же преданно не может. Не может. Не думать о Кришне, он сильно привязан к нему. Если мы не можем к Кришне так, привязаться еще, Кришне испытывает такое настроение, такие переживания непосредственно, то давайте переживать за движение прабхупады. Тоже бхакти. Переживать за распространение книг, за программы, за знания распространялось, за репутацию шел прабхупада, за репутацию преданных, за отношения. Намного-много переживать. Это уже бхакти, уже связано с Кришной. Вот наш уровень. Но может случиться так, что мы не переживаем ни за то, ни за другое. Ни за Кришну, что он босиком пасет коров, ни за книги прабхупады, ни за репутацию движения, ни за прабхупаду. Переживаем только за себя. Это не является общением с Богом. Когда мы начинаем переживать за него, это уже общение. Мы должны понимать его также настроение. Для этого мы повторяем Мухарика Кришна Мухаммандр. Чтобы понять, кто такой Кришна. Что он желает. Какой-то большой спектакль у нас предстоит, мне кажется. Большая репетиция. Они еще учат роли, я слышал. Вы говорили об уходе преданных, и господи его. А вот в истории, в нашей истории был Гагарин. И он был в космосе. Его очень почитали. Но в очередном тренировочном полете они потерпели аварию, и самолет разбился. Но их там не нашли. Вот я не могу понять вот это. Или нужно ли вообще это понять от обычных людей? Они в это время повторяли Харе Кришна мантру или что-то другое? Нет? Тогда не знаю, куда ушли. Я в этом уже не эксперт, не моя область, не мой профиль. Возможно, там никого не было. Парупад бы сказал точно. А я сказал, он и не блин, на Луне. И все. Много загадок. Ага, так, билеты. Те, кто задал вопросы, бесплатно проходят. Так, вы готовы, да? Да? Готовы? Здесь будете? Меня выгоняют? За билет или как? Мэкрофоны вам нужны? Да. Продолжение следует... 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 О, мама Шачи, она так долго не видела меня, господь Итаня, ты же знаешь, она меня любит так же, как тебя, как своего сына. Я не пойду за тобой, я пойду к маме Шачи, я давно обещал ей навестить ее. Я буду где-то идти, поводой тебя. Когда? Я надеюсь, что ты будешь служить до того пината. Мое сердце разрывается в разлуке с господом Итаней. Пожалуйста, прости меня, я не могу оставить поклонение лапсом стопам господа. Пожалуйста, позволь мне отправиться вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Прости меня, дорогой господь, но я не мог оставить. Дал обед к Шакасаньясу, так и собрался его нарушить. И ты нарушил его. Гадатхар, мое сердце разрывается от боли, потому что в этом будут обвинять меня, пойми. Я пришел в этот мир, чтобы показать другим, как служить, Багавану. Но что ты делаешь? Гадатхар, люди будут обвинять меня в том, что ты нарушил свои обеды. При этом, если ты сделаешь хотя бы еще один шаг, ты предпишешь мне о смертельном приговоре. О, нет, 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 нет. И это больше ничего. Гадатхар, мое сердце разорвется. Я просто умру, если ты не знаешь. Я пришел в этот мир, чтобы показать другим, как служить с Кришной Гадатхой. Я пришел в этот мир, чтобы показать другим, как служить с Кришной Гадатхой. Я пришел в этот мир, чтобы показать другим, как служить с Кришной Гадатхой. И господь Чайтанин отругал, что я не знаю, как служить с Кришной Гадатхой. Я сейчас готовлю тебя кучу. Кришной Гадатхой. Мое тело не выдерживает это разлуки. Я уже не в силах поклоняться тебе, Тотогопин. Пожалуйста. Каждый день разлуки с Господом Чайтани приносят мне такую боль. И мое тело, оно стареет с каждым днем на много лет. Я не знаю, что с этим поделать. И похоже, что... Похоже, придется кого-то попросить, чтобы он поклонялся тебе. О, Тотогопинад. Пожалуйста. Я уже не могу поклоняться тебе. Я попрошу какого-то преданного, чтобы он стал у Джарри вместо меня. Прости меня, Тотогопинад. Дорогой мой Гадатхал, зачем тебе просить кого-то еще? Я хочу, чтобы только ты поклонялся мне. Ты сегодня явился во сне, и ты разговаривал... Разговаривал со мной. Ты коснулся флейты моего тела. Но как мне поклоняться тебе, Тотогопинад? Я даже не могу предложить тебе гирлянду. О, Тотогопинад. Я даже знал я, и ты... Мокропинад. Мокропинад. Ой, чё ты! Как такое могло случиться? Ведь вчера ты... Эту милость в считании Махакуни. Я теперь могу вновь поклоняться Тебе от этой гирлянды. Прими эту гирлянду. У меня только одна гирлянда, от этой гирлянды. Он мне подарил ее великий преданный Катанья Чандрова. Прими ее, пожалуйста. Надеюсь, ты не осквернишь эту гирлянду. Прости, если я сделал что-то не так. Пусть тысячи преданных, которые будут приходить к Тебе, будут вспоминать эту лилу, как Ты из-за любви к своему преданному принял эту падма асану, чтобы принять от такого скромного слуги Свою поднушение. Позволь мне всегда прославлять Твою гирлянду. Позволь мне в этом саду читать Шимадбага Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ